Вы в этом выпуске увидите, как мы полетели, добрались до Украины, все трудности, всю нашу историю, как мы отметили день рождения племянника Танюшки. И самое главное, встречу с моей семьёй, все эмоции, слёзы, радость. Всю историю. Вы готовы? И Танюшка хочет сказать что? Поехали! И по привычке мы пришли на тренировку. Танюшка будет ждать меня, а я буду в последний день не потренироваться, боже! Я потренируюсь, потом мы двигаем к бабушке с ней тоже попрощаться, чтобы бабуля не обиделась. Да, бабуля наша, я золотка у неё, она наша золотая. Всё, садимся в пьём кофе и идут тренироваться. Ну что ж, ребятушки, пока мы уже тренируемся, вышла ещё прогуляться, понаслаждаться погодкой, за что, конечно же, Армении просто отдельное огромнейшее спасибо. Честно признаюсь, в такой осени солнечной, сухой, бездождливой, тёплой, идеальной просто в моём случае, так как я не люблю дожди и холод, в общем, такой осени в моей жизни ещё не было. Это прекрасно, это красиво, это приятно. Я лично именно от этого просто кайфовала от души, признаюсь вам честно. Мы едем ко мне домой, конечно же, я этому очень-очень рада, не скрываю своих эмоций, но и есть какая-то, знаете, такая, типа на душе какая-то блестинка всё-таки есть. Мы привыкли, мы здесь прожили полгода последних. Наверное, я буду скучать за Ереваном точно, но за этим солнцем это однозначно. Было много каких-то таких косяков, типа, ну там, связанных с транспортом, с такси, с такими разными мелочами. Я уверена, они очень быстро забудутся, и мы опять захотим сюда вернуться. Я не знаю, через сколько мы приедем. Мы приедем точно, но через какой-то период. Так что наслаждаемся, гуляем, ловим лучики солнышком, послаем приятные эмоции во Вселенную, говорим спасибо и кайфуем от жизни. Что бы ни было, назло всем обязательно кайфуем и радуемся, и улыбаемся. Побольше всем улыбок. Все потренировался, попрощался с друзьями, распечатал очень важный документ. Знаете, если вы летите, неважно куда, с авиакомпанией, приобрели билеты от компании, авиакомпании FlyOne, то нужно обязательно пройти регистрацию 24 часа до вылета, 4 часа до окончания. Потому что вам придется... Если вы это не сделаете, вы заплатите за каждого человека по 50 евро. И после того, как вы сделали онлайн регистрацию, вам нужно распечатать бумажку, потому что на распечатку бумажки они с вас еще возьмут 5 евро. Так что вы знаете, эта информация очень важная, я думаю. Да, мы уже так попадали. А я тебе хочу спросить, почему ты так конкретно задержался? Пошли. Пошли? Быстрее, опаздываем, из-за тебя. Да, мы по тебе. Ты по магазин нашла. Нет, я сидела уже ждала. Мы на 3 часа договорились быть у бабушки. Ты знаешь, что бабушка нам делает, если мы опаздываем? Я ничего не слышу. Слышишь? Твоя вина. Ребятки, армянский аэропорт. Итак, все, регистрацию мы прошли, задаем багаж. Четенько, 29,1. Первый чемодан. Кишинеу. Все, уже в аэропорту. На тебе рабочий инструмент. И работай, да? Так, смотрим второй. 29,3. Прям мой муж идеально. Я старался в этот раз. Идентичный. Нормально все посчитать. Значит, за счет того, что мужа прошел онлайн регистрацию, мы тут вообще... В Армении работают современные технологии. То есть ты сканируешь и проходишь. Уже радует. Видишь, как хорошо. И я еще хочу сказать, что регистрацию мы прошли вообще моментально. Немотив, потом дальше нельзя. Потому что муженек молодец, прошел ее онлайн. А если не онлайн, то надо будет оплатить много денег. Там вот 40 евро. Да, за человека. Вот тут называется сувениры. Поклонники. Друзья, это с футбола, именно футбол. Ну, в общем, вчера... Да, да, да. Тут очередина такая. Я говорю, если у нас такая быстрая регистрация, то зачем нам? Типа, зачем мы так рано приехали? А тут просто какой-то Лондон-Париж. Все, друзья, мы в дютике. Регистрацию прошли. Все прошли. Все, слава богу, пронесли, что планировали. Курт сняли. Поставили в такую сумку, которую тоже приготовили заранее. Поэтому все, слава богу. Время еще есть. Все нормально. В аэропорту очень много народу. Если честно, я в Армении такого количества народу в аэропорту вижу дюллетку. У нас вылет в 12.20, ровно через час, ну, где-то через 40, откроют гейт, и мы сможем подняться на самолет. Все окей, все хорошо, все супер. Конечно, я отпустил идти погулять, зато она не выставилась. Нету настроения у нее по ходу. Все. Кто взял с собой вот эту большую сумочку, туда я поставил наши куртки, они очень массивные, большие, но легкие. Ну, пуховик, короче, вы уже понимаете, что такое пуховик. Два пуховика, это вот эта большая сумочка. Куча еды у нас с собой, и еще один рюкзак, и два больших чемодана. Все вернулось? Да. Нету настроения? Ты портишь. Ты портишь? Да. Чем? Своими постоянными упреками, нравочитаниями, учениями, учительством. Объясните ей, просто все, что я делаю, ему все надо поправить. Объясните, пожалуйста, моей жене, напишите в комментариях. Если муж что-то говорит, это не значит, что это упрек. Вот она одела там поясный рюкзак, сумочку, и это некрасиво, смотрите. Мне не сказать, что, дорогая, ты некрасиво одела, поправь. Чтобы ты ходила как... Нет, сказать, дорогая, ты некрасиво одела, поправь, это одно. Ты сказал, это колхоз. Нет, я сказал, ты выглядишь, как колхоз, поправь, пожалуйста. Так, все. Вот видите, не принимать мои рассказы, я постоянно думаю, что я какие-то упреки делаю. Критика, постоянная критика. В общем и целом, хотели это сказать, что настроение у нас уже улучшается. Благодаря хоть подписчикам, которые подходят и меня обнимают. И дают мне позитивные энергии, силы дают. А мне, а мне как дают? У меня такое событие, я еду домой, я должна радоваться. Вот я об этом и говорю, ты просто ходишь без настроения. Да ты портишь, Зай, я тебе серьезно говорю. А мне серьезно, без шуток. Я тебе хорошо, если порчу, я говорю, извини, но это не... Ну ты испортила, потом говоришь, извини, все, улыбайся. Но она же уже испорчена. Ну тогда все дети испорчат настроение, что мне сказать тогда? А если входит, и тебе говорят, извини, сиди грусти, по-другому это не бывает. Все, там сидит, дуется, пусть дуется дальше, посмотрим, сколько она будет дуться. Не могу уже. Хочу как лучше, а получается непонятно как. В общем и целом, гейт открыт. Идем на самолет, все. Дальше уже с самолетом. Ну что, пока, Ереван? Пока, Ереван, до встречи, пока нету. До встречи, до новых встреч. Мы сели, мы в самолете, и сейчас после объявления сразу полетаем. Или взлетаем. Я хочу сказать, что этот хитрый жут как-то договорился от пустыни. Чтобы у нас были вот такие шикарные места. Я вообще-то купил эти места. Это покупаю, всегда знаю. Не успели взлететь, а ты уже спишь. Вот кому как-то сейчас она будет все в лед спать. Но я буду сидеть и смотреть в телефоне. Друзья, Монс летели. Танюшка заслуживает. Я сижу. И могу спать. Я по дороге это у меня не получается. Друзья, орешки. Мы притемлились. Все хорошо. Все нормально. Все хорошо. Все нормально. Все хороши. Все нормально. Полет идет через 1,5 часа. Самолет некомфортный. Хоть и так сильно скрипет. Самый автовий. Ура. Помощный контроль прошелся нормально. Чуть-чуть нас, если честно, задержали. Спрашивали, типа я с Танюшкой, кто-то кружу. Мы с ним показали бумажку, что мы мужа, жена. И после этого нас только пустили. Милый, с прилетом. Все забрал. Я в свой багаж пока ты отгулялась. Все всем сказал, что нас не хотели пустить. Потому что? Я не граждан Украины и я никаким образом не связан с Украиной. Я так, как сейчас ситуация в Украине. Такая? Такая, такая. Все знаю. Поэтому нужны основания. Ну, основания мои, это моя жена. Все. А документы, что мы муж и жена, мы не имеем. Мы вышли. Мы в Кишинево. Варапорту. Что мы делаем? Мы должны добраться до точки, откуда едет наш автобус. То, в Украине нужно вайфай. Вайфай у меня уже есть. А у тебя перевелось время? Сейчас два получается? Да. Ну, то ты говорил, в час мы прилетаем. Значит, у нас... Пока багаж получили. Пока вот это все прошло, это же тоже время. Ага, хорошо. Все понятно. Сейчас проверим, давай, или у меня есть вайфай. Решай, что делать. Хочу решить. Я уже решил. Ребят, смотрите, какой красивый. Ну, что ты хочешь? Такие очечи у пилота. А, ты ему говоришь, дай сюда, да? И тебе еще самолет держать. Дай пусть окоп несет. Девочки какие красивые. Короче, прикольный аэропорт. Мне очень-очень нравится. Мы в Кафташке сейчас посидим два часа. Так решили, будет нам лучше. Попьем кофе. И не только кофе. Покушаем, пока время пройдет. А потом на автовокзал. Потому что выезжать в город с нашими вещами не очень телеобразно, правильно. На улице холодно, мы город не знаем. Может, оттуда, откуда автобус едет, нам негде будет зайти. И, ну, короче, посмотрим. Танюшка, кофе. Танюшка, сидим, ждем. Короче, сейчас чуть-чуть устали, передохнем. А потом, как я уже сказал, на вокзал не поедем. Поедем только тогда, когда останется там полтора часа, чтобы там не тусоваться. Да, так как мы не знаем, какой там вокзал, чтобы не получилось. Не знаем, что за город, что за вокзал, что там будет, чтобы не мы в холоде не стояли. Тепла, чтобы вы понимали. Один градусник, два. Мороза хотела сказать. Ну, мороза, это уже недалеко. Если один, то уже ноль, и у меня есть все. Ладно, чай, ой, не чай, кофе. Давайте, конечно. Маши какую-то кафешечку. Красивая чашечка нам дали. Ну, ням-ням. Еще, ребят, у меня есть кит-кат от бабушки. А мне не дашь? Нет. Спасибо. У меня еще есть просто. Конечно, а это каши. Ладно. Вы же понимаете, мы введем конфеты просто. Ну, ты же знаешь, что я кофе без конфетки не ем. Мы вышли на улице, слушайте, какой чувствительный мороз. Какой-то небольшой. Мы заказали машинку. Давай, вещи. А, там. Кстати, чуть-чуть вот так с окна было видно город. Да, смотрю. Я вам хочу сказать, что очень даже красивый кишинек. Мы никогда не были. Так, друзья, как Танюша сказала, автовокзал там. Мы тут сейчас потусуемся кое-какое время. Найдем. Наши фликс-буксы. Пойдем сейчас узнаем, откуда наш автобус едет. И все. Как их кстати. И, кстати, как вам наши куртки? Да, ребят, это те куртки, которые мы купили во Франции. А это два. Да. Мы эти куртки купили во Франции. Если вы не смотрели этот выпуск, как мы покупаем куртки в Европе, во Франции, в Лионе, то обязательно переходите. В описании там будет ссылка. В двух словах лайфхак для таких туристов, как мы, которые проездом через Кишинев. Вызывайте такси через приложение. Естественно, это уже все знают, но повторюсь. И ставьте оплачивать картой. У нас была оплачивать картой. У нас была сумма 118 лей. Мы приехали, водитель говорит 145. А мы говорим, у нас карта. Он говорит, ай, блин, я забыла отключить. То есть проверяйте, или у вас отключено это, или включено. Ак прям... Покажи, как ты делал только что. Взоры рисует, чемоданами ходит. То есть я не договорила. Проверяйте, или стоит у вас в приложении, допустим, Яндекс или какой-то другой, стоит ли у вас оплата карты. Потому что они сбрасывают. Они делают наличку. И если ты не проверишь, ты не увидишь. Ты можешь приехать, у тебя налички нет. Будет тебе, во-первых, дороже, во-вторых, будет папа-дос. Потому что, ну, если у тебя нет налички, то что делать? Ребята, все, наш автобус есть. Вещи сейчас запакуем. Вот такой огромный. Хотя я думала, они будут зеленые. И смотрите, у нас красные, я знаю. Холодно просто. Сейчас загружаем наши чемоданы в автобус. И все. Не так уж это все сложно было пока что. И надеялись, так и пройдет. Да, дай бог так все хорошо. Все там открываем? Нет. Давай, давай, договаривайся. Места здесь возле водика. Деньги нашел, успокойся. Это какие-то... Гривны? Может они уже не ходящие? Одна гривня. Одна гривня, это деньги, это все бери. Я шучу, ладно? Они уже не ходят. Короче, туалет есть, сказали, будет работать. Вай-фай не будет работать. Должен, но не будет. В автобусе сидим, уже мне хочется спать, но я не знаю, получится ли спать. Так как я по дороге, на дороге, в дороге... Вообще никогда не спишь. Это моя слабость. Я, какой бы уставший не бывал, я не засыпаю. А я нормально сплю такую. Танюшке все равно сейчас, но кто будет спаять, да, она уже такая. Первая остановка, первая остановка, первая остановка. Мы поехали два часа. Два часа поехали. Сейчас остановились, зайти в туалет. Условия ужасные. Просто, ребята, насколько вот отличается наш Севдепан от европейских стран. Да, просто катастрофа. Все холодно очень, так что... Дело не холодит. Вы стояли в очереди в этот вонючий туалет. Все туда вместе заходили. Короче, это платно. Да не, вместе. Просто платная. Это платный... Нету мужского и женского отдельно. Все имеют деревенский. В общем, ужас. Ой, у меня принцесса расстроилась. Ой-ой-ой, держитесь. Все, успокоилась? Ну, просто вот так, я в шоке даже. В Армении, когда не было, останавливались в фудкорте. В классном месте, где заходишь, где есть где погреться. Тут что? Да, ты права. Все с тобой согласны. Поддержите лайком мою жену. Ладно, лайкайте. Все, можете нас поздравить. Мы на территории Украины. Ура! Если честно, мы чуть-чуть перенервничали. Нас на таможенном контроле Украины чуть-чуть нормально. И так заставили понервничать. Но, слава богу, все нормально. Нас пустили. Да, короче, меня не хотели пустить. Так как мы чуть-чуть лоханули. В двух словах скажу. Мы официально зарегистрированный муж и жена. Но наш документ о браке на армянском языке. Наш косяк был в том, что мы не сделали перевод на украинский язык. Почему на украинский? Потому что мы хотели заехать на территорию Украины. На будущее. Вам тоже совет. Если вы собираетесь лететь в какую-то страну, другую, лучше взять документ. И переводить. Перевести на тот язык, в который вы едете. Летите. Особенно, если это такой язык, который прочитать невозможно. Да. Все, мы проехали, мы рады. Мы, если честно, чуть-чуть опять повторяюсь, перенервничали. Очень перенервничали. Дернулись. Нас просто уже высаживали с автобуса, руки тряслись. Кратце рассказали. Все. Да. Все, поздравляйте нас. Все, мы в Украине. Ура. Дороги прекрасные. Я еду и просто кайфую, радуюсь. Я уже... Мне уже тут все хорошо. Короче, не знаем, что сказать. Мы остановились на заправке. 5-10 минут паузы и через часик... Посмотрите, какие здесь красивые заправки просто. Через часик будем уже дома. Хочешь заправку показать? Заправку хочу показать. Красивая заправка. По сравнению с Кришиневым, это вообще небо и земля. Да. Правда? Да. В Украине лучшие заправки. Ну что, сейчас всего в мире просто. Все, идем в автобус. Я сюда еще. Приятные дорожки. Давай быстрее. И еще, друзья, хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые стоят на таможене и очень ответственно относятся к своей работе. Нам в этот раз очень сильно повезло. Спасибо большое этим людям, которые нам поверили и пустили. А так, по сути, они могли нас спокойно не пустить. Не нас, а меня, потому что у меня документ, который мы показывали, они не понимают, что там написано и могли сказать, что вы, ну это что, посадите, мы вам не верим. Они меня спрашивают, мы вас пропускаем, вы едете, дальше он не едет. Я говорю, как не едет? Представьте, у меня вообще сердце разрывается. Я уже через 5 метров в Украине, я домой хочу. Родители не видели, и мои узочка не пускают. Еще раз, спасибо тем людям, которые очень ответственно делают свою работу. Спасибо вам. Цереканя Фэмили вас любит. Армянский бутерброд. Будешь? Да давай ему все, пусть так. Мяска хочет? Нет, с лавашом ест. Представьте, армянские собаки не кушают лаваш. А нет, этот кушает все. Бузе, он такой маленький, хоросик. А где второй? Не знаю, где ты здесь бегал. Он думал, другу твою надо. Но друга нет, так, кто кушает сам. Видишь, он все посъедал. Лавашик все посъедал. Зелень не кушает? Зелень не кушает. И перчики оставил. Я тоже не кушаю. А вот еще. Ешь все. Ой, забрал. Все, извини. Ой, тот забрал. Дай ему кусочек. Нет, у меня ничего. Так ты такое отдал. Так ты и будешь кушать. Нет, такое не будет. Боже, какой голодный. Дай брату чуть-чуть. Дай кусочек ему лаваша. Смотри, забирает. Все, пока, собачь кулики. Ребята. Мы у Танюшки на родине. И хотим сказать водителям большое спасибо. Еще плюс, как себе, что они нас дождались. Дождались. Еще и на полчаса или на минут 40 раньше привезли. Потому что нас не хотели пустить со всеми. Но так как пустили им спасибо, так что дождались водителям. Короче, мы даже ждем маму и папу. Не дает мне сказать. Не дает мне сказать. Короче, паника. Все, ждем Танюшки на родителей. Вот они приехали. Вон мои родители. Да, это уже они. Сиди тогда. Да. И Танюшки на родители. Дети пришли. Давай, иди, открывай. Таня, я капу. Дети, я кипятки. Нет. Это просто именда. Спасибо. Нет. Это просто именда. Это какой-то. Нет. Но он болтается. Да и все равно. Болтается. Так как он воним? А нам, да? Иди, я в него. Как он воним? Нет. 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 А вот там Таня выкурила. А там Влад Таня. Где моя Таня? Просто Акопий. Это моя Таня. А это кто? Ам Таня. А это? Акопий. Нет. Я не знаю. Ты просто такие дураки сильные, как папа. Ты очень сильный, как папа. Ну, не знаю. У вас просто Таня мать малюки. Ты все время говоришь, да? Не знаю. У вас просто есть кровать. У вас просто есть кровать. А там все едут на меня. Это ты так радуется. Ты куда Маша пошла? Иди позови Машу. Иди Машу зови. Вот Маша. Масенька, ты как красивая. А я думал, она поменьше. Андрюша, а что в твоей ванне день рождения чешу? Да. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Выдыхаем. Я глаз взрослый с колючий. А ты можешь подсовывать? Ты такую бороду вообще видел когда-то? Да. А ты можешь поцелувати его в бороду? Спасибо, Аков. Это что? Мам, это один глаз. Один глаз, да? Это конфета. Да, это конфета, один глаз. Кульминационный момент. Дети ждали распаковку чемодана. Давай, давай, давай. Молодец. Вот так. Молодцы. Нет, это не надо ломать. Подожди. Ой, реально тяжеленные. Огроменные. В сторону. В сторону. Монок и баба Рубьер. Ой, 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 ой. Это нормально вообще. Давай. Это тебе. Нет, это таблетки. Давай, Мини. Ой, правильные открыли, да, чемодан? Ой, какие любопытные. Это кому даю? Машке, да, наверное? Ты такое не любишь? Я сейчас тебе расскажу, что это. Это очки. Это очки, которые ночью светятся. Сегодня будем одевать. Один тебе, один Машке, один Ваньке. Это мое. Машуль, а цей покажи, что это так? Подожди. Такий человечек? Да, цей такой неволяжка. Ша, ша, дай секунду. Цей такой неволяжка. Дай мне этот человечек, Таня. Это Машин, Андрюш. Вот эти очки, что требует классный, да, получилось? Я не знаю, вот смотри, как-то их крутит, что ли. А, вот эту вот так закручивать в три? Нет, я закручу, он включится. Нет, тут же не он, он от треска просто начинает светить. А-а-а. Так я не хочу. Ты правильно навела пароль. Ты уже сделала, Машуль, молодец. Того винь открылся. Все вылетает, да? Нормально, все. Нормально. Видишь, как это хорошо? Все красиво. Подожди, подожди, подожди. Вот это уже другое дело. Смотри, что тут есть. Ой, ой, подожди, подожди. Это знаешь что? Это тебе. Мне. Это тебе, Маша. Мне. Или это хочешь? Это тебе. Так, какая фигня? Это тебе. Вот тебе смешарики. Смешарики. Машуля сразу знает, какой пакет взять. Да, это маме от бабули. Мама, тебе турку передали. С кофе. Час вес. С кофе. Спасибо. Кофе в Вики. Спасибо большое. Это ванюшки. Пожалуйста. Спасибо большое. А это знаешь что? Машуля, а ну тут с всей стороны дивися. А там, посмотри, что там? Вот тут смотри, что это? Это что? Машуля. А это что? Да. Сандра. Драконы. Или буклетни. А это динозаврик. А это динозаврик. А это динозаврик. А это динозаврик. Да, все, куртку лишай. Вот я открою все. Что открыть? Это оставляешь? Да. Это кто? Это фролландактель. Да. Повторяй. Андрюха, повторяй. Мириладактель. Это Мириладактель. Это Мириладактель. Тиролландактель. Машулик, расскажи, что это вы тут делаете? Картина. Картина малювали, да? Да. А копчик классно робит, да? Да. А копчик хороший друг, да? Да. Оставляем его. Или отправиться обратно. Не отправляем. Оставляем себе его, да? Ой, ты моя золотая. Как красиво. Чуть-чуть надо исправить тут. Чуть-чуть вылез, да? Давай, поправляй, художник. Тонкий же. Тонкий? Принцесса моя. Такой холюсер, да? Все, выздоравливает она уже. Все, выздоравливает уже. Андрюха. Бандит. Иди сюда, на окопа. Быстро, иди сюда. Ты в прятки играешь? Да. Два. Так, что у вас тут за конкурс? Сейчас я надую и посмотрим, у кого еще получится. Давай, вы тоже пробуйте. Не, пробуй. Надо растереть. Тоже растягиваем. Андрей, получается? Молодец, получается. Сильный дуй. Что у нас за ситуация? У нас сегодня день рождения. День рождения. Ванюшки. Их братика старшего. Их братика. Их брата. И мы готовимся к празднику. Сейчас надуем шарики. Потом у нас есть очки. Потом у нас есть очки. Приготовим очки. Будем играть. Но пока что играем. А то, что ты делаешь много шариков, это я не буду много дуть. Иди. Давай, я же снимаю. Я занята. Ты понимаешь? Я занята. Я занята. Давай. А, у меня уже есть очки. Я все гуляю. Я уже иду танцевать. Это твои очки. Иди. Вот так. Теперь смотри сюда. Димаша. Маша тоже смотри. Маша и давай. Все, красотки. Субтитры. Субтитры. Привет, Субтитры. Привет, Субтитры. Привет, Милароди. Я улетеню тебя. Привет. Еще сюрприз. Благодарю! Как ты? Гигантские деньги! Это они тебе деньги! Гигантские деньги! Гигантские деньги, понимаешь? С днем рождения! С днем рождения! Анюшик, с днем рождения, любимчик Мей! Мамули, спасибо за шикарный стол. С днём рождения! Happy birthday to you! Ура! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Ваня! Happy birthday to you! Ура! 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 Давай! Ура! Ура! Дай торт, Вань, покой! Happy birthday to you! Happy birthday! Молодец! Давай, давай, давай! Машуля, молодец! Нормально кусает. Нормально кусает. Дискотека, дискотека! Два человека! Всё, друзья, мы закончили. Спасибо, что вы досмотрели. Мы надеемся, что вы поставили нам лайк. И увидимся послезавтра. До новых встреч! До новых встреч! Пишите комменты! Если хотите! Пишите! Спасибо! До новых встреч! Продолжение следует...